МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону, который вы видите на экране. За причинение ущерба больше, чем 40 миллионов тенге и подделку документа осуждены директор одного искусственных предприятий и экс-сотрудник банка. В городском суде номер 2 установлено, что в апреле 2006 года предприниматель получил в кредит 300 тысяч долларов США под залог недвижимости знакомого, который согласился помочь. Земля под закладываемым в залог объектом была взята в аренду у государства до 2012 года. Обвинение утверждает, что юрист банка в кредитном соглашении приписал к сроку аренды 9 лет, иначе кредит бы не был выдан. То есть документ был подделан. В итоге получатель денег перестал выплачивать кредит, залогодатель лишился недвижимости и остался должен банку деньги. В материалах сказано, что потерпевший понес ущерб более чем в 43 миллиона тенге. Подсудимые в вину и гражданские иски не признали. Обвинение просило наказать их ограничением свободы. Бывшего юриста банка на два года, предпринимателя на два с половиной. Суд признал подсудимых виновными, но освободил их от уголовной ответственности, так как с момента совершения преступлений прошло гораздо больше пяти лет. Приговор не вступил в законную силу. Причин для отмены ареста директора Басаманского лесхоза Асхана Жакашева не увидел Кустанайский областной суд. Адвокат арестованного по делу об уничтожении в результате пожара леса просили изменить меру пресечения на домашний арест. Защита указала на серьезное заболевание подзащитного. За неделю ему шесть раз вызывали в изоляторе временного содержания скорую помощь. В камере ему установили аппарат искусственной вентиляции легких. Помешать следствию, по мнению защиты, он не может, так как все документы уже изъяты. То есть на руках у сотрудников спецпрокуратуры, которые и проводят расследование, находится вся доказательная база. Но гособвинение настояло на содержании подозреваемого под стражей, и коллегия обл. суда оставила санкцию без изменения. Напомним, в изоляторе временного содержания Жакашев был помещен 15 сентября на два месяца. Этот срок может быть продлен в случае увеличения времени расследования.